Доброго времени суток, друзья! С вами по-прежнему съемочная группа, сопровождающая гонку на собачьих упряжках «Берингия-2014». Сегодня нам предстоит финишная прямая, настроение приподнятое, все волнуются. Осталось последних каких-то 50 километров и 1300 по восточному побережью Камчатского полуострова. От Петропавловска-Камчатского до поселка Теличики будет пройдено. Айначгина-Германа провожает в путь Айначгина-Германа. Он житель села Хаилино. Алюторский район и села Увенка находится уже в Алюторском районе. Он находится на своей земле. Конечно, провожают их особо горячо. Как Айначгина-Германа, так и Неваня-Ивана. Села Ачайвоям. Стартовал Владимир Тенитегин. Смотрит ему вслед Валерий Соколов. Он час сорок проигрывает Валерию Чуприну вторую половину гонки. И, наверное, сегодня это положение не изменится. Ушел Валентин Солодяков. Готовится на старт. Ну вот, судья все за меня сказал. Сегодня меньше поговорим, больше посмотрим. Подробный аналитический уже обзор спортивной всей гонки. Мы подготовим для вас после награждения. И вы сможете посмотреть более объективно на всю картинку спортсменов в целом. Стартует первая четверка у нас. Андрей Притчин, Валентин Левковский, Анастасия Семашкина и Андрей Семашкин. Конечно, Андрея Семашкина, Валентину догнать уже не удастся. В восемь с половиной часов это очень большая разница. Если Андрей будет стоять на старте все восемь часов, Валентин все равно ему проиграет. На этой дистанции, потому что она короткая. И преодолеет ее, скорее всего, часов за шесть. Погода портится. И все участники стартовали. И вышли на финишную прямую. Хотя первая половина трассы не очень прямая. Она проходит по реке Вывенка. Сильный мокрый снег. И очень плохую видимость. Впереди предстоит нам перевал Черный Ключ. Высокий длинный затяжной подъем. Вот, собственно, с него вы видите сейчас вид. По вот этой реке, по Вывенке, Каюры будут идти и подниматься на этот перевал. Вы видите, что вдалеке белая мгла. Там, видимо, идет пурга. И вот первым на перевал поднимается Андрей Семашкин. Сильно оторвался Андрей уже от других участников. Но, как мы говорили в прошлых обзорах, на подъемах у Андрея скорость ровно точно такая же, как у всех остальных Каюров. И здесь есть у многих, конечно, шансы его догнать, сократить время. Но на общем зачете это уже никак не скажется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что-то на последних, да, подъем? Большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Через несколько минут за Андреем идет Анастасия Семашкина. Вот третьим. Удивительно, но идет Евгений Кутынковав. Не дал он себя обогнать ни Валентину, ни Андрею Притчину. И буквально наступает Настя на пятки. У Жени на этом этапе есть еще шансы сократить дистанцию до Андрея Притчина. Потому что Андрей что-то отстает на прошлом этапе и на этом. Ну, посмотрим, даст ли он Жене шанс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И посмотрите, совсем удивительный поворот. Четвертым на перевал поднялся Валерий Соколов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И следом за Валерой сразу идет Валентин Левковский. Очень дружно идут упряжки. Таким караваном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы посмотрим, кто у нас идет пятым. Простите, кто идет шестым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй! Кушайте! Кушайте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хама! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот это перевал, да? Какие-то было бы на финише были. Да, вот такой тяжелый подъем. Но Каюру уже никуда не торопится. Валентину не имеет смысла не догонять Андрея, да и не особо отрываться от Насти. Дистанцию в три часа она вряд ли преодолеет, конечно, за Валентином, если только он не будет совсем стоять. Подзывает Валентин за собой Валеру Чуприна. Посмотрим, как они будут спускаться и в каком порядке будут финишировать. Сразу скажу, что как только мы пересекли перевал, к сожалению, не успели снять, но увидели, как Евгений Кутынковав обошел Анастасию Семашкину. Это просто удивительно. Тем временем в поселке Теличики уже готовится финиш. Собралось очень много людей. Многие приехали из отдаленных сел, из Ачаева Ямы, из села Хаилина, чтобы поприветствовать своих земляков на финише Берингии 2014. И вот мы видим, уже приближается первая упряжка. Я думаю, что ни для кого секрет, не секрет точнее, что это, конечно, Андрей Семашкин. Традиционно почти все этапы, кроме этапа Карага-Ассора, Андрей Семашкин приходит в контрольные пункты первым. Ну что ж, можно сказать, что Андрей Семашкин уже трехкратный чемпион Берингии. Скоро мы увидим таблицу с результатами и узнаем, за какое время точно Андрей преодолел эту дистанцию. Дистанция у нас получилась 54 километра. И в общей сложности Берингия прошла 1322 километра. Чуть больше четырех часов понадобилось Андрею преодолеть эту дистанцию. И второй приближается Валентин Левковский. Он обошел Анастасию Семашкину, он обошел Евгения Кутынковова, Валерия Соколова. И движется на финиш вторым. Посмотрим его время на этапе, но я думаю, что его время также будет второе место, как в общем зачете, так и на этом этапе. Ай, молодец, дебютант гонки, серебряный призер Берингии 2014, Валентин Левковский. Первый раз на гонке и сразу второе место. Это очень хороший, очень серьезный результат для молодого спортсмена. Четвертый приближается Анастасия Семашкина. Но разница по времени у них между Женей была небольшая. На финише я думаю, что она удержит третье место. С каждой минутой прибывает все больше людей, чтобы встретить этих смелых, отважных людей, которые прошли такой длинный, тяжелый путь. Надо сказать, что всю гонку практически нам сопутствовала погода. И только вот последние три этапа немножко нас догнал циклон. Финишировал Валерий Соколов со своим фирменным танцем. Следом приближается Валерий Чуприн. Причем по времени у Валера сильно, Валера Чуприн сильно обгоняет Соколова на этом этапе. Думаю, что места также у них сохранятся. Шестое и седьмое место соответственно. Финиширует Андрей Причин. Отстал сегодня Андрей. Большая редкость, что он приходит не в первых рядах. Но опять-таки на общем зачете сегодня это вряд ли отразится. Каюры сегодня наслаждались просто трассой, красивыми видами. Участок был, несомненно, очень интересный и разнообразный. Красивая финишная прямая. Финиширует Валентин Солодяков. За ним идет Володя Апки. В том же порядке они идут в общем зачете. Валентин восьмой, Володя девятое место. Скоро мы узнаем точное время. Ты не Тегин Владимир. Мы сейчас увидели за 5 часов 10 минут. 12 секунд преодолел эту дистанцию. И вот финиширует Виталий Тишкин. Он идет на упряжке Маргариты Большуаковой, которая по состоянию здоровья снялась в Тымлоте. И идет вне зачета. И уже два этапа показывает очень хороший результат этот молодой Каюр. Он обгоняет на несколько минут Владимира Тынетегина. Одного из опытнейших спортсменов Берингии. И что, конечно, говорит о том, что у Виталия хорошая подготовка. И он имеет все шансы побороться за места во второй. Да, я думаю, и в первой четверке. Финишировали не Ваня Иван, а иначе Генгерман. Последние три этапа они приходят всегда вместе. Видимо, им хорошо вместе вот так идется. И вот таблица с результатами. Ну что ж, трехкратный чемпион у нас, да, Андрей Семашкин. 112 часов 20 минут 3 секунды в общем зачете. Второе место дебютант гонки Левковский Валентин. Третье место дебютантка гонки Семашкина Анастасия. Два дебютанта у нас занимают второе и третье места. И уступил им четырехкратный чемпион Берингии Андрей Причин на четвертом месте. Не смог догнать его Женя Кутынковав. Отстал таки все-таки на тот же час, даже чуть больше. И остался на пятом месте. На шестом Чуприн Валерий, на седьмом Соколов Валерий. И восьмым идет Солодяков Валентин. Ничего у нас не поменялось в таблице с прошлого этапа. Все-таки интервалы между участниками достаточно большие. Девятое место Владимир Абки. Десятый Танитегин Владимир. Одиннадцатый Айначгин Герман. И за 162 часа 40 минут 38 секунд прошел эту дистанцию. 1322 километра. Не Ваня Иван. Причем прошел на самом маленьком количестве собак. Стартовал на восьми. Дошел на шести. Традиционными обрядами встречают гонку. Кормят огонь. Поют песни. И играют в бубны. Это был краткий обзор 20-го. Последнего этапа гонки на собачьих упряжках Беренгия 2014. В скором времени вы увидите награждение. И увидите аналитический обзор всей гонки. С участием старейшего судьи Беренгии Николая Кропачева. С вами были Сергей Полуэктов, Антон Скрипаченко. Мы с вами прощаемся. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова